Субтитры сделал DimaTorzok Действительно стоит вашего внимания. Действительно стоит вашего внимания. Действительно стоит вашего внимания. Действительно стоит вашего внимания. то умоляю вас, ответьте мне, что же это было. Все началось с мечты. Когда отец говорил, что мечтает вернуться в прошлое и уехать строить Байкала-Амурскую магистраль, я лишь тихо посмеивался. А советские фильмы о самоотвержденных тружениках, вроде карьеры Димы Горина, я всегда смотрел с недоверчивым прищуром. Мне, выросшему во времена всеобщей безразличности и похабного потребления, не было знакомо чувство гордости за собственный труд во благо общества. Но все изменилось. Сначала окончил ПТУ, получил корочку сварщика, потом строительный институт. После сходил в армию, вернулся прошлой весной и стал подыскивать себе достойную работу. В одной региональной строительной конторе мне сказали, что для продвижения по службе потребуется прикладной опыт. Оформили как простого инженера и отправили зашибать длинный рубль на один из объектов. Родители и дед помогали деньгами, и я стал носить гордое звание дольщика. Участвовать в строительстве дома со своей будущей квартирой ощущение смешанное, но в основном приятное. На твоих глазах твои же руки создают твой же дом. Нет ничего ответственнее для молодого мужчины в этот момент. Да и схалтурить не позволяет совесть, для себя же строишь. Неприятных инцидентов на стройке было по минимуму, но один я запомнил навсегда. Это началось в самом начале строительства. Экскаватор снес ковшом какую-то металлическую пластину, прикрывающую небольшую траншею. Та уходила вбок отверстием по 20 см в диаметре. Прораб почесал затылок и предположил, что раньше в этом месте проходила труба. Но такое объяснение звучало просто смешно. На следующий день мне поручили сварить небольшую конструкцию из арматуры и установить ее в траншею. Потом все это дело должны были залить цементом. Во время обеда, пока моя смена толпилась около бытовки, я украдкой достал телефон и запустил луч фонарика в подземное отверстие. Но ничего, кроме уходящей вдаль норы, не увидел. Я тогда называл это именно норой, потому что для себя объяснил ее возникновение природным инстинктом крота. Позже наш крановщик, молодой парень, любитель всякой жути, запугал работяг историей про гигантского младенца под землей и списал появление траншеи на его проделке. Многим стало не по себе. К первым заморозкам объект был сдан. Я въехал в новую квартиру на первом этаже, но купил мебели и техники, стал жить по-взрослому, отдельно. Впрочем, дома не сиделось. Работал на новой стройке, по выходным катался в деревню на зимнюю рыбалку. А как ушел в отпуск, то уехал на неделю к друзьям. Вернулся домой отдохнувшим и выспавшимся. Впереди оставалось еще пять дней безделья. И вот, когда я наконец засел в своем жилье основательно, а не как раньше, только поспать, то начал замечать первые странности. Во-первых, странные звуки. Сперва я списывал все на соседей, знал же, какая в новостройках звукоизоляция. Но то, о чем я сейчас говорю, не походило на типичный шум внутри панельного быта. Отчетливый металлический скрежет и грохот доносился с кухни и уборной, как только спускались сумерки, и периодически возникал в течение всей ночи, вплоть до рассвета. Во-вторых, странный запах. Все в тех же комнатах. Нечто среднее между растительным дужком плесени и сладковатым смрадом гниющего мяса. На первых порах спасали освежитель воздуха и дешевые благовония, которые мне привезла подруга-востоковед. Но с альпийской свежестью освежителя и неописуемой вонью дымящихся палочек я вскоре свыкся, а вот принюхаться к гнилостно-плесневому веянию никак не удавалось. В-третьих, у меня завелись грызуны. Такой подлянки от нового дома я никак не ожидал. Соседи с противоположного стояка не жаловались, а квартира сбоку от меня была не заселена. Я проскинул мозгами, мысленно связал ванную и кухню, и до меня дошло. Вентиляция. Предположение было следующим. Умерло условное животное, будь то голубь или забравшаяся в шахту кошка. В последний день отпуска я принялся разбираться в ванной. Открутил решетку, мощным фонарем обдал стенки, заляпанные чем-то белым. Надышался смрадом до тошноты, но ничего не обнаружил. С вентиляцией на кухне пришлось повозиться. Пробил первый час ночи, света в комнате не доставало. Выкручивать саморезы мешала собственная тень. Еще и не сообразил, как правильно снимать трубу, и едва не переломал всю конструкцию, но все-таки снял ее, и улавливая носом знакомые мерзкие нотки, потянулся за фонарем. Щелкнул кнопку, посветил в темный проем, и увидел черное лицо. Проглоченный крик ужаса прокатился по пищеводу и плюхнулся в желудок. Ватные ноги подогнулись. Я сорвался с подставленной табуретки и рухнул на пол. Фонарик приземлился следом. От удара отскочила крышка, и две пальчиковые батарейки вылетели из гнезд и скрылись под холодильником. Кое-как, перебирая взмокшими руками по шершавому коврику, я отполз к подоконнику и, сощурившись, уставился на темнеющий прямоугольник и вентиляция. Лица было не разглядеть, но зажигаемое страхом нутро чуяло злобный взгляд. Дрожащие пальцы никак не могли выудить телефон из кармана. Теплилась надежда, что все это обман зрения, и лицо окажется просто прилипшим к стенке жиром или нагаром. Мне не хотелось больше видеть его, но еще страшнее было представлять, что я ничего там не увижу. Так, черт возьми, и случилось. Пустой темный зев. Значит, не показалось, и в моей вентиляции правда кто-то сидел. Сердце бешено колотилось, отзываясь тугой болью межребер. За окном стоял кромешный мрак, точно кто-то натянул непроницаемый лоскут траурной ткани. К ужасу прибавилась тоска, сделалось одиноко. Я закрыл дверь на кухню, прихватил с полок гостиной документы, за пару минут оделся и покинул квартиру. Ночевал в дешевом отеле в северной части города. На утро уже на объекте поделился проблемой с мужиками. Со мной стояли плиточник Серега и бригадир Арсен, православный грек, воспитанный очень суеверной бабушкой. Последний сразу понимающий закивал и наказал. Убежал ты зря, домового разозлить, как два пальца. Вечером поставь на кухне два блюдца, в одно молока налей, а в другой от своего ужина порцию. Ночью услышишь, как он ест. Такое всегда слышишь. Уснуть не получится, пока он не наестся. Утром посуду помой и живи спокойно. — Мракобесы! — съязвил Серега. — Среди ночи в вентиляцию светить. Это ж надо придумать. Ты бы еще по кладбищу прошелся. Чем сильнее во всякую чушь веришь, тем больше она тебе мерещится. И вообще! — он скорчил злобное лицо. — Если там правда что-то есть, то оно теперь у тебя по хате бродит. Решеточку же ты не закрыл. Я испугался его слов, но виду не подал и отшутился. Но заноза сомнения вошла крепко. Покрытая холодной щетинкой ужаса, она отравляла меня изнутри, помогала рождаться скверным мыслям. Я испортил несколько швов, когда вдруг дергался, представляя, как вечером встречусь в квартире с озлобленным домовым. Уезжать из отеля не хотелось. Собственный дом виделся инфернальной каторгой, оскверненным местом схватки потусторонней сущности с бессильным, живым человеком. Что, если домовой обиделся настолько, что не позволит мне дожить до утра? Выпустит из конфорки газ и тот рванет, когда я хлопну по выключателю. Я накручивал с себя всю дорогу до подъезда и к концу пути натурально дрожал. Не то от холода, не то от страха. Как открыл дверь, сразу принюхался, не тянет ли газом. Но в затлой квартире стоял лишь один знакомый мерзкий запах. Потянулся к выключателю. В голове всплыли две короткие строчки, прочитанные где-то в интернете еще в юности. Ты приходишь домой и в темноте тянешься к выключателю. Вдруг чувствуешь на нем чьи-то тонкие влажные пальцы. Мурашки сбежали с затылка и добрались до бедер. Затаив дыхание и зажмурившись, я просунул дрожащую руку во мрак и нащупал кнопку. Люстра вспыхнула. Я раскрыл глаза. Никого. Потихоньку начало отпускать. Я раскрыл настиж окна. Студенный воздух мигом утянул духоту и смрад. Затем решил заняться починкой вытяжки и подготовкой ужина для домового. С плеч спал тяжелый груз, когда я стоял в ванной, мыл руки и, прислушиваясь, не различал пугающего шума из вентиляции. Но стоило мне пройти чуть дальше по коридору и завернуть на кухню, как весь сошедший страх вернулся ко мне вдвойне. Дверь, запертая мной вчера вечером, была приоткрыта. По стеглянной вставке тянулась блестящая трещина. У самого ее основания внизу багровели два пятнышка крови. С перепугу я закусил кулак, чтобы не закричать. На спине выступил холодный пот. Голова перестала соображать. На кухне кто-то находился. Негромко шелестел забытый на столе пакет. Потом гремели выставленные в ряд бокалы. Я сглотнул скопившуюся слюну, но она застыла скомканным от паники горля, и наружу полез влажный кашель. На мгновение шум утих, и внезапно на пол полетели мои бокалы. Несколько осколков вылетели из-за двери и коснулись моих окостеневших ног. Потом нечто зашлепало по кафельной кладке на стене, и следом я уловил, не похожее ни на что другое, грохот в вентиляции. Домовой сбежал. Я потупился на пороге, не решаясь зайти в собственную кухню. А когда решился, то с трудом двинулся с места. Каждое движение было неестественно медленным, как во время драки во сне. Наверное, какие-то глубинные процессы в мозге силились защитить меня и не давали слишком быстро войти. Выключатель был вымазан вязкой кровью. От дыры под потолком по кафелю медленно стекала вязкая полупрозрачная жижа, пахнущая гнилью и плесенью. Чинить я ничего не стал, не нашлось душевных сил даже браться. Только прибрал осколки и протер зловонную мерзость. На столе оставил блюдце с молоком и разогретые магазинные блины. Погасил свет, захлопнул дверь и ушел к себе в комнату. Я не мог уснуть, все ждал заветного чавкания домового. Надеялся, что смогу задобрить его и навсегда отвязаться. Но тот тоже не спешил с ужином. В полчетвертого утра, когда до начала рабочего дня оставалось каких-то три часа, я потянулся за телефоном и отправил прорабу сообщение, мол, сильно разболелся живот, завтра не смогу выйти на смену. Решение это далось нелегко, работа все-таки помогала на время отвлечься. Но нервы мои были растянуты до предела, и нового возвращения в квартиру попросту бы не выдержали. Тогда же я поклялся, что если с утра обнаружу подготовленную еду нетронутой, то мигом соберу вещи и перееду. В начале пятого на кухне началось движение. Я лежал, даже не проваливаясь в сон, и слышал каждый шорох. По кафелю зашлепали крохотные ладони. Пришлый домовой спрыгнул со стены на пол, протопал до двери, подпрыгнул, ударил по выключателю. Отблески тусклого света замерцали в коридоре. Я видел их, лежа в постели. Затем я затаил дыхание и принялся ждать, когда же неведомый хранитель жилища начнет трапезу. Но тот от чего-то притих. Я аккуратно сполз с кровати, подкрался к стене, за которой располагалась кухня. Прильнул ухом холодным обоям и прислушался. Тишина пугала сильнее монструозного рычания или ехидного старушечьего смеха в пустой квартире. Я слышал только стук собственного сердца. Так длилось минут пять, пока с той стороны в стену не полетела блюдца. Я отошел назад, вернулся под одеяло, не издав ни звука. Но домовой, наверное, уже понял, что его подслушивают и разозлился. Следом за блюдцем разбилась тарелка с блинчиками. Они глухо шлепнули сопол. Сразу пролетел сильный удар в стеклянную вставку на двери. Я точно и сам стоял рядом с ней. Настолько громко оседал у меня в ушах пугающий треск. «Что же ему нужно?» – думал я, вновь поднимаясь с постели. Домовой не ослаблял натиск и лупил все сильнее и сильнее, пока не разбил прозрачную преграду. Я к тому моменту уже сидел за комодом, по-детски напуганный чужим человеком в родном доме. Вот только мой взрослый мозг понимал, что в дом пробрался отнюдь не человек. По коридору пронеслись быстрые шаги. Они отдалились и замерли в прихожей. Потом вернулись и оказались совсем близко. В комнате зажгли свет. Я вжимался в стену. Мурашки высыпали по всему телу. Внутри словно лопнул ледяной шар. От тремора ломили колени и крутило живот. Я ненавидел себя за слабость, но и сделать ничего не мог. И вот из-за угла комода высунулась она. Обезображенная Хария. Она оказалась черной, как мне увиделось в первый раз. То была запекшаяся кровь, облепившая лицо на голове неправильной формы. Я даже не закричал, лишь сдавленно ухнул и выкинул вперед наполовину сжатый кулак. Тот угодил в мерзкий лоб, и моя кисть согнулась, как если бы я ударил дерево или бетонный столб. Тварь спряталась, но не ушла. Я же осмелел от удара, пускай и не самого удачного. Вцепился в угол комода, отодвинул его от стены, уперся в заднюю фанеру и, сжав зубы, толкнул ее от себя. Комод выкатил ящики, точно показал упырю три деревянных языка. И всем весом рухнул напрятавшегося уродца. Выиграв жалкие секунды, я с трудом поднялся на ноги. Те все еще простреливало дробью мурашек. Фанерная спина комода задрожала. В голове мелькнула мудрая мысль. Кухня, ящик, ножи. И я рванул из комнаты. Однако, краем глаза уже заметил, как прямо по центру хлипкого листа ДВП образуется дыра. К моему возвращению она стала размером с ладонь. Внутри копошились пухлые руки и крепкие отростки, похожие на муравьиные жвалы. Они нещадно расправлялись с древесиной, а липкие пальцы урода ловко забрасывали разгрызенные кусочки в разинутый рот. Первый нож, белый керамический, я запустил с расстояния. Надеялся, что смогу попасть в отвратительную голову, но промазал. Тварь же разъела достаточную дыру, чтобы вытащить обрызгшее тело. У меня случается дрожь в пальцах от воспоминаний этого кошмара. Мой воображаемый домовой, выглядящий как безобидный малорослый дедушка с седой бородкой, или на крайний случай, как миниатюрный чертик, совсем не походил на выбирающийся из шкафа создания. Вдоль спины человекоподобного торса тянулись два выпирающих позвоночника, что соединялись у шеи и переходили в челюсть, похожую на клешню. С каждой стороны склизкого туловища по две руки. Одна пухлая и короткая, на манер младенческой, а вторая чуть больше, не деформированная, с тремя когтистыми пальцами. Кожа бледно-синяя, как у утопленника. Когда существо оперлось на четыре омерзительных конечности и вытащило себя из ловушки, моему взору открылись его ноги. Крепкие миниатюрные икры перетекали в два длинных, извивающихся жгута, за место ступней. Как демон преисподней Абраксос, шагающий на двух демонических змеях чудовище двинулось ко мне. Я сильнее сжал оставшийся в руке второй нож и, чуть согнув ноги, приготовился к нападению. Вдруг тварь опустилась на руки и ноги ее кинулись вверх, как хвост у скорпиона. Мелкие глазенки забегали в поисках уязвимого места. Испачканные кровью и щепками жевалы защелкали, предвкушая свежее мясо. Отступать было некуда, пятится в узкий коридор самоубийство. В просторной гостиной оставалось хотя бы место для маневров. Монстр стоял, как кошка перед прыжком, усыплял мою бдительность, брал чудовищным измором. По его замусоленному лицу струилась вязкая слизь. Между рук на боку мерно вздувался кожаный пузырь. На бледно-синей коже проступали алые веточки сосудов. Это место я и выбрал своей целью. Тварь сделал шаг, потом еще один. Я сделал глубокий вдох. Воздух застрял в горле твердым комком. На мгновение замешкавшись, я пропустил решающий момент. Существо прыгнуло вперед, выставив убогие трехпалые лапы. Но ему не хватило пары сантиметров, чтобы полоснуть меня по горлу. Урод махнул острым когтем, как серпом, и больно ударился о мою грудь. Я в панике прынул его куда смог, отскочил к поваленному комоду и замер, ожидая следующего удара. Но подранок больше не шел в атаку. Истекая кровью, он выскочил из комнаты и направился на кухню. Когда дрожь в коленях унялась, и я перестал трястись, как заполошный, то сразу пошел по кровавому следу. Убедился, что неведомое отродье скрылась в вентиляции, и принялся в темпе привинчивать решетку. Благо имелась запасная для ванной, без отверстий под вытяжку. Вся квартира пропахла гнилью, от едкого штына резала в глазах, череп словно раскололи, а вымытанный я совсем позабыл открыть окна. Две таблетки анальгетика сняли часть боли, но тугой спазм в висках и затылке никуда не ушел. Я сидел вымокший в собственном поту и никак не мог переварить увиденное. Внезапно в балконное окно прилетел мощный удар. От резкого поворота головы в глазах помутнело. Дешевый тюль прикрывал запотевшее стекло, за которым стояла тварь. Наверное, она выпрямилась на своих змеевидных ногах, ибо виднелось только туловище с руками и головой. На крепком стеклопакете остался влажный кровавый отпечаток. Я подошел ближе, отодвинул тюль. Жевалы существа разъехались в разные стороны, оголив озлобленное лицо. Безмолвно раскрылся широкий рот. Внутри зашатались черные зубы. Кошмарная особь сделала еще несколько ударов и, отпрянув, рухнула на бок. Я бы очень хотел написать, что собрал в кулак все душевные силы и твердой походкой с ножом в руке вышел на балкон, чтобы раз и навсегда покончить с этим ужасом. Но это будет ложью. Я шел туда как на смерть, потому что понимал, если не решу все сейчас, то рано или поздно оно вернется и убьет меня. Лучше уж погибнуть, сражаясь, чем всю жизнь вздрагивать от каждого шороха. На незастекленном балконе озяб от резкого порыва ветра. Зашмыгал носом и чуть не вырвал от ударившего по обонянию смрада. Тварь лежала скрючившись и поджимала под себя змеевидные лапы. Вздувающийся пузырь между рук походил на проколотый воздушный шарик. Он набухал на мгновение, брызгал кровью из открытой раны и быстро сдувался, издавая будоражащий душу звук. Монстр не глядел на меня, даже лица его не было видно. Я присел на корточке, взмахнул ножом и метко вогнал лезвие рядом с первой раной. Потом пырнул тварь в живот, в руку, в шею. Не в силах остановиться, жаждущий мести, я кромсал чудовище в кровавую кашу, пока наконец не убедился, что оно мертво. Первые лучи солнца осветили залитый кровью балкон. Благо с первого этажа ничего не могло утечь к соседям. Кошмарный труп скрыли три черных мусорных пакета, сквозь которые все равно пробивался запах. Я понес тварь в мешках на мусорку, кинул в первый бак и прикрыл найденной там же картонной коробкой. Дома отдравил балкон и кухню, проветрил квартиру и к пяти часам вечера уже сидел в электричке, направляясь в деревню, где и живу по сей день. Я уверен, что эта сущность напрямую связана с залитой бетоном траншеей. Твердо верю, что она вылезла оттуда. От своих городских знакомых знаю, что в моем доме случилась какая-то авария в подвале. Подробности они не знают, но совершенно не удивлюсь, если там обнаружат прогрызенную дыру. Думаю, бетон для этого выродка такая же легкая закуска, как деревянный комод или человеческая плоть. Каждую ночь оно приходит ко мне во снах, прыгает точно в цель, и я не успеваю нанести ножевой удар. Я бросил работу и гнию в одиночестве, но все же искренне надеюсь, что рано или поздно смогу пережить свое состояние и поправиться. Одно только тревожит сильнее прочего. Что если где-нибудь глубоко под землей, там, куда ведет траншея, у мертвеца остались мстительные и голодные детеныша. А я передаю приветы таким замечательным людям, как Раджаб Агаев, Домашний Халат, Киквов 63, Денис Чусов, Николай Чуцков, Пашка 19, Владыка Завулон, Твой темный попутчик, Гершухов, Алина Шундякова, Удав, Федор Краев, Татьяна Поставалова, Григорий и Алина Булочкина, Градос, Никита Прокопенко, Ален Бойчиков, Валере, Хочетян, Роман, Позорна Джованна, Полина Никитина, Александра Мор, Екатерина Котлетова, Данил Кекс, Женька Нейро, Тьма в мир, Твой психоз, Андрей Тимофеев, Алекса, Ктара Веном, Сэн, Овощ. Друзья, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо.